Впервые в Казахстане ввели специфичное лечение спиномышечной атрофии. Теперь пациентам с этим редким заболеванием доступен дорогостоящий препарат спинраза. Его закупили при поддержке Акимат Алматы за счет местного бюджета и передали детской клинической больнице. Получить годовой курс лечения смогут 10 детей и один взрослый. Насколько медикамент поможет людям с таким диагнозом в исцелении, выясняла Айдана Нураш. Она сидеть не умеет. Она очень хочет с детьми общаться. Пока не получается. В пять месяцев Аяне поставили страшный диагноз – спиномышечная атрофия. Изменения в организме девочки стали наблюдаться, когда ей было всего два месяца. Со временем малышке становилось все хуже и хуже. Она не могла самостоятельно сидеть и ползать. Родители долгое время искали лекарства, чтобы хоть как-то облегчить страдания дочери. Совсем недавно семья получила доступ к препарату спинраза. А трехлетняя Аяна – шанс и надежду на частичное выздоровление. Я заметила, что у нее сильнее стали пальчики, чуть-чуть сильнее стали ножки. Они, естественно, не стоят, но она ими более активно просит, чтобы я их поставила коленками, согнутыми коленками, когда она лежит. Раньше, если я ее ставила, они постоянно просто падали. Сейчас она старается их удерживать. Минуты три-четыре – это уже хорошо. Спинраза – это первый препарат в мире, которым лечат спиномышечную атрофию. Он широко используется в странах Европы, Америки и Азии с 2016 года. За это время его ввели порядка 10 тысяч больным с таким диагнозом. Клинические испытания показали эффективность лекарства, говорят специалисты. Поэтому отечественные врачи не сомневаются, что медикамент поможет и нашим пациентам. Препарат вводится интратекально, 6 раз на первом году лечения, в последующие годы по 3 введениям ежегодно. Завершающая финальная оценка состояния ребенка будет проведена через 12 месяцев по завершению первого года лечения. Всего в Алматы зарегистрировано 25 детей с диагнозом спиномышечная атрофия. Семеро из них уже получают лечение новым препаратом. Это редкая наследственная болезнь. Она поражает нервные клетки, которые контролируют движение мышц. Вследствие развивающийся ребенок слабеет, не может двигать ни пальцами, ни ножками. Дорогостоящие лекарства закупили на средства местного бюджета в рамках программы, направленной на лечение орфанных заболеваний. Полный годовой курс лечения получат 10 детей до 18 лет и один взрослый пациент, которые страдают этим редким заболеванием. Айдана Нураж, Айолам Кольжига, Тарашид Шукуралиев, телеканал Алматы.